Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Екатерина Алексеева. Смотрите в этом выпуске. Норильский стадион отметил юбилей, а мы погрузились в его историю. Почему раньше футбольное поле сушили вертолетами? После отдыха нужен отдых. Норильчане массово возвращаются из отпусков и приступают к работе. Как победить осеннюю хандру? Это было убедительно. Хоккейный клуб «Норильск» открыл игровой сезон и одержал уверенную победу в первом же матче. В Красноярском крае прямо сейчас фиксируется всплеск бомбинга СМС-сообщениями. Краевая прокуратура рассказала, как стоит себя вести жертвам кибератаки. СМС-бомбинг – это вид кибератаки, при котором конкретного человека заваливают большим количеством сообщений самого различного содержания. Обычно приходят коды для доступа в аккаунты, но могут быть и ссылки, ведущие на вредоносные сайты. Номера чаще всего берут из утекших в сеть баз данных, так что личная неприязнь преступника маловероятна. Проводятся такие атаки ради персональных данных. Часто после или во время бомбинга жертвам звонят якобы представители оператора связи и просят что-либо подтвердить. Так злоумышленники могут получить доступ хоть к мобильному банку, хоть к госуслугам. Бороться с СМС-бомбингом сложно, но можно. Представители краевой прокуратуры посоветовали самостоятельно обратиться к оператору и отключить все поступающие СМС-сообщения на какое-то время. В Красноярском крае открылся сезон охоты. За первые два дня было зафиксировано 60 нарушений. Инспекторы перешли на усиленный режим работы и просят сообщать о фактах браконьерства. С 31 августа в Красноярском крае можно охотиться. Специалисты региона уже выдали порядка 11 тысяч разрешений. За первые дни сезона инспекторы зафиксировали большое количество нарушений, сейчас идущие на спад. Обычно проблемы возникают у охотников без соответствующих документов и тех, кто находится в транспортном средстве с расчехленным оружием. Сообщить о фактах браконьерства можно по номеру 8 39 12 27 72 59, либо напрямую инспектором Таймырского долгана Ненецкого района, чьи номера указаны на сайте госохотнадзора Красноярского края. Там же можно ознакомиться с нормами добычи, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами безопасности на охоте и при обращении с охотничьим огнестрельным оружием. В ГЦК прошло празднование 65-летия стадиона «Заполярник». Несмотря на то, что для многих норильчан спортивный объект стал вторым домом, его историю знают далеко не все. В рамках юбилея наш корреспондент обратился к эксперту и выяснил, почему футбольное поле сушили вертолетами и по какой причине аллеи на Пушкина уже полвека остаются густыми. Приветствую вас всех. Сегодня на нашем юбилейном вечере хочется пожелать удачи, крепкого командного духа и спортивных успехов. Спасибо всем. Сотрудники «Заполярника» отпраздновали 65-летие стадиона. Отметить юбилей помог городской центр культуры, предоставивший сцену для награждений. За добросовестное выполнение своих обязанностей благодарственные письма получили работники всех звеньев трудовой цепочки. Коллектив опытный и неоднократно отмечался наградами федерального и регионального уровней. Однако подобный праздник имеет особое, локальное значение. Прозвучало множество благодарностей и пожеланий, а также залу вкратце напомнили историю «Заполярника». Напомнить ее решили и мы. У него были разные названия. Сначала он назывался «Малодежный», потом «Строитель». И только гораздо позднее, уже в середине 60-х, он стал называться «Заполярник» по имени спортивного общества, которое здесь образовалось и действовало. Это была и парковая зона, и зона спортивная. И что важно, здесь каждое лето выставлялись гипсовые скульптуры. Гипсовые скульптуры – не самое необычное, что можно было увидеть в этом месте. В 60-е у стадиона возникали проблемы с покрытием. На гальке невозможно было играть в футбол, а земля с первым же дождем превращалась в грязь. Вопрос решили брутально. При необходимости над полем зависал вертолет, выполняющий роль своеобразного фена. Это не излишество, а заслуженная благодарность норильчанам. Все-таки «Заполярник» возвели методом народной стройки. В чем заключался метод народной стройки? Люди после работы приходили и помогали бригаде основных строителей кто чем мог. Люди вот здесь вот огромным количеством, практически все норильчане копошились на строительстве, а рядом играл оркестр для поддержания духа. Обычно горожане списывают всю нашу старую инфраструктуру на труд заключенных. Но во времена Норильлага территория будущего спортивного комплекса относилась к совхозу с вытекающими из этого огородами, свинарниками и коровниками. Долгое время место служило зеленой зоной, посаженной на естественных удобрениях. И только в 1959 году открылся стадион, который сегодня мы зовем заполярником. Никита Храпачев, Евгений Журнов, Николай Букало. Норильские новости. Кочевые детские сады для детей коренных малочисленных народов появятся на Таймыре. Дошкольная группа будет следовать за родителями в местах традиционного проживания и промысла. По сообщению Агентства по развитию северных территорий в силу вступил приказ Минпросвещения России, позволяющий детским садам создавать кочевые группы для детей коренных малочисленных народов Севера – Сибири и Дальнего Востока. Предполагается, что передвижная группа детского сада будет кочевать вслед за родителями. Она может включать в себя воспитанников одного или разных возрастов, иметь любую направленность и даже просто осуществлять присмотр за детьми без образовательного процесса. Режим работы кочевого детского сада будет определяться в зависимости от потребностей основной кочевой или полукочевой группы. Дожди идут все чаще, дни становятся короче, учеба отнимает максимум свободного времени, нет желания работать. Если такие чувства стали вашими верными спутниками, возможно, у вас проявляется осенняя хандра. Анастасия Орлова узнала, как норильчане борются с такими состояниями и что делают, чтобы переход от отдыха к работе не стал тестом на выносливость. Осенняя хандра – это естественная реакция организма на смену погоды и недостаток солнечного света. Пасмурные дни в совокупности с сокращением длины светового дня приводят к снижению выработки гормонов счастья. В сентябре это особенно заметно из-за приближающегося осеннего равноденствия. Мы не можем повлиять на климат вокруг нас, а вот на настроение – вполне себе выполнимая задача. Мы пьем вкусный кофе, вместе проводим вечера, смотрим фильмы. И в целом, благодаря добрым людям, которые есть у меня в жизни, с осенней хандрой мы справляемся чуть лучше, все вместе, коллективно. Я очень люблю осень, очень люблю сентябрь, потому что начинается новый учебный год, а мы педагоги. Мы очень ждем своих детей на занятия, чтобы наконец-то начать тренироваться, заниматься и совершенствоваться. Поэтому я обожаю сентябрь. С цветотерапией пытаюсь бороться, пытаюсь одевать яркое, цветное, красивое, а как еще? Долой хандру – даешь движение. С таким девизом по жизни идут сторонники физической активности. И не зря. Занимайтесь спортом, это поможет улучшить ваше самочувствие, состояние и справиться с осенней хандрой. Спортсмены говорят, регулярные тренировки не дадут раскиснуть и впасть в депрессию. Во время занятий спортом, особенно если это ваш любимый вид активности, в кровь выделяются гормоны, которые защитят от плохого настроения. Занятия спортом вырабатывают такие гормоны, как серотонин, окситоцин, дофамин. Простыми словами, это гормоны счастья и радости. То есть во время физических нагрузок вырабатываются эти гормоны, что помогает нам быть в принципе в хорошем настроении. Опять же, это все индивидуальный момент. Люди, которые более физически активны, конечно, им лучше ходить в зал. Но есть та категория людей, которые в принципе домашние тренировки и любая какая-то активность, даже те же самые пешие прогулки очень будут помогать держать себя в форме, в тонусе, влиять на образ жизни в целом, в том числе и сон. Эксперты утверждают, что для поддержания хорошего настроения важно сочетать физическую активность с правильным питанием. Добавьте в свой рацион финики, горький шоколад и бананы. Они помогут повысить уровень эндорфинов. Не забывайте пить воду и спать минимум 8 часов в сутки. Психологи говорят, что с осенних Андрой лучше бороться комплексно. Выйдя по делам или на прогулку, наденьте яркий шарфик, возьмите яркую сумочку. Или просто обращайте внимание на яркие краски вокруг себя. Скоро в Норильске наступит полярная ночь. Но это тоже не повод грустить. Ведь тысячи ярких лампочек, освещающих наш город, добавят атмосферы волшебства и поднимут настроение. Анастасия Орлова, Николай Букало, Евгений Журнов. Норильские новости. Хоккейный клуб Норильск открыл свой второй сезон в обновленном составе. Первый матч прошел с командой «Магнитка» из Магнитогорска. Как сыграли, знает наш корреспондент. Открытие хоккейного сезона в Норильске многие норильчане, заядлые болельщики, ждали с нетерпением. И вот лед дворца спорта «Арктика» наконец заскрежетал под лезвием коньков хоккеистов. В первом матче сезона соперником «Норильских медведей» стали хоккеисты «Магнитки» из Магнитогорска. Началась игра по традиции, с торжественного открытия. Участников и зрителей разогрели шоу-программой. Она включала в себя выступление фигуристки, ведущей телеканала МАЧ-ТВ Эммы Гаджиевой. Подживой исполнение песни «Синяя вечность» оперным певцом Иваном Викуловым. С открытием сезона всех поздравил и глава города Норильска. Я желаю победить команда, успешно продвигаться, потом не победиться и, конечно же, победить достойные места. О команде Норильске я хочу сказать, что Норильск всегда знает и любит листья победить. Уже в первом периоде на пятой минуте стало понятно, что хоккейный клуб Норильск намерен подтвердить титул хозяина льда и площадки. Счет открыл нападающий команды Норильска Егор Яковлев. В новом сезоне хоккейного клуба Норильска на 80% новый состав. Наши ребята с самого начала игры оказались беспощадны. Уже в первом периоде ими был забит первый гол. Мотивация у хоккеистов есть. Теперь у них появился шанс стать чемпионами высшей хоккейной лиги. Несмотря на активные атаки магнитки, медведи Норильска стойко держали быстрый темп игры. Под конец первого периода нападающий Вячеслав Скобелев порадовал присутствующих второй шайбой в воротах соперника. Трибуны не смолкали. Поддержка норильских любителей хоккея – одна из самых горячих. Мы скучали целое лето. Очень ждали этой игры. И наконец-то достали. Замечательный матч, хорошее начало. Будем надеяться, что продолжение будет достойным и хозяева победят. Во втором периоде матча счет сравнялся и появилось место для интриги. На второй минуте первую шайбу в ворота норильчан забили игроки-магнитки. Борьба между командами не прекращалась. Спустя всего 10 минут соперники снова заставили наших ребят насторожиться, забив вторую шайбу. Итоговый счет второго периода 2-2. В первую очередь хотел бы выразить большую благодарность болельщикам. Невероятная атмосфера сегодня была. Очень приятно вновь почувствовать вкус регулярного чемпионата. Поэтому, естественно, все хотели выиграть, бились и играли только на результат. Главный тренер хоккейной команды Норильск подвел итоги матча. Я хочу поздравить всех с открытием чемпионата. Команда эта новая в лиге. Очень понравилась манера игры команды. Видно, что там есть фармклуб Магнитогорска Металлурга. Есть молодые ребята, которые в перспективе будут играть в КХЛ. Очень, конечно, здорово ощущать такую поддержку сегодня на трибунах. Третий период был решающим и очень обрадовал болельщиков. На пятой минуте в воротах магнитки снова оказалась шайба от Норильчан. Спустя минуту защитник Артем Аляев приблизил победу медведей окончательно, отправив в ворота соперника еще одну шайбу. В итоге матч завершился со счетом 5-2 в пользу ХК Норильск. По окончанию игры ребята поделились планами на сентябрь. Им предстоит сразиться еще в семи матчах с командами Южный Урал, Звезда, Динамо Санкт-Петербург и другими. Ангелина Филипова, Владислав Моисеев, Евгений Журнов. Норильские новости. У нас на этом все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале, на платформе ВК-видео и на сайте Норильск.тв. С вами была Екатерина Алексеева. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин